Всем привет! Вы смотрите Супер Афишу на городском телеканале ЮТВ и сегодня для вас проведу ее я, Сабирид Горов и Екатерина Цорина. Мы продолжаем рассказывать про интересных людей и события в нашем городе. А поможет нам в этом сегодня наш гость Сергей Верченко, директор аэротрубы в Оренбурге. Здравствуйте! Добрый вечер! Первый вопрос. Расскажите вообще, что это такое аэротруба, как она вообще устроена, как это все работает? Аэротруба, чтобы вы понимали, да, это аэротренажер, который позволяет испытать свободное падение, не прыгая с парашютом. Это аэродинамический комплект, который мы построили. Он давно зрел в моей голове. Я в 2013 году увидел такое направление и решил, что я хочу этим заниматься. После этого была открытая труба, сейчас она закрытая. Мы порядка полутора лет к ней шли, строили. Соответственно, сейчас эта труба работает и мы готовы всех увидеть там и чтобы все летали. Любой человек может позволить себе полет или какие-то есть ограничения по росту, весу, возрасту, чему-либо? По поводу роста, веса, возраста. Самый юный летчик, так назовем его, да, в аэротрубе, который был у нас, ему было 4 года. Сейчас у нас есть возможность и трехлетних деток, да, полетать. Почему? Потому что у нас есть шлем, который там буквально в руке можно держать. Это самый маленький шлем и уже некоторые детки попробовали и им все нравится. По поводу самого возрастного участника полетов, это была женщина, ей было порядка 68 лет. Она летала, ей понравилось, она сказала, приду еще. Это был первый раз? Это был первый раз, ее привели внуки и сказали, бабушка, надо летать. Я так понимаю, что снаряжение вы поставляете для того, чтобы человек мог летать в трубе? Естественно, каждый пришедший к нам, да, получает для начала инструктаж, потом мы его экипируем. Это комбинезон специальный, непродуваемый и шлем. Мы используем закрытые шлема. В некоторых аэротрубах они используются открытые, когда шлем, он не закрывает полость лица, он закрывает только очки. Ну, парашютные, прозрачные очки. В этом случае человек, когда летит, если он откроет рот, то, соответственно, как в фильмах, его ва-а-а. Поэтому у нас шлема закрытые, и это более комфортно. Это комфортно тем людям, которые боятся, например, сильного потока воздуха. В этом случае для них, будем так говорить, ничего не происходит. Рядом инструктор, поэтому мы, прежде чем допустить полетную зону человека, мы его полностью экипируем, обучаем, одеваем, сопровождаем. А вот по поводу веса и роста? Значит, рост, ну, понятно, что если маленький ребенок, там рост будет, там, 50 на 50, там, 70-80 сантиметров, да. Проблем никаких нету, потому что инструктор, соответственно, придерживает в процессе полета за руки, за ноги, за специальные держатели на комбинезонах. Если это человек, который, там, 2 метра ростом, то, соответственно, у нас есть и такие комбинезоны, и такие люди к нам приходят. Они всегда говорят, что нам размера трубы мало. Ну, это ему только по ощущениям. Касаемо максимального веса, порядка 130 килограмм, сейчас мы можем человека поднять. Сабир полетает, я думаю. Есть летчик-испытатель по весовой категории. Противопоказания, да, то есть мы перейдем к ним, это те люди, у которых есть травма позвоночника, допустим, какие-то вывихи, да, плеча, каких-то еще, так скажем, частей тела, да, которые в случае, если что-то пойдет не так, он в процессе полета может просто вывихнуть, там, плечо. У нас был такой человек, но он потом сказал, что я вот не сказал вам, ну, все обошлось. И это безопасно, это 100% лучше адреналиновый, чем прыжок с парашютом. Но кто прыгнул с парашютом, говорит, да, конечно, там мы прыгаем, у нас открывается дверь в самолете, и мы полетели. Но свободного падения они не испытывают. Почему? Потому что первые прыжки с парашютом, я говорю, как прошедшие через это, свободного падения, раз, два, три, парашют открылся. Все. Нету такого, как в аэродинамическом комплексе, вы находитесь в полете, да, минуту, две, такого нет. Поэтому, чтобы достигнуть этой минуты, вам надо напрыгать порядка 100 прыжков. А как долго вообще можно находиться в аэротрубе? Стандартное время нахождения в трубе, стандартные сеты по полетам, две минуты, три минуты, полторы минуты, пять минут подряд, это прям уже напряжение. Есть люди, которые поставили рекорд России, да, там, по-моему, часов пять непрерывного полета в аэротрубе. То есть они зашли вдвоем, и пять часов они, не выходя оттуда, они летали. Об этом есть видео, об этом есть информация. Ребята записали себя в книгу рекордов России. Это из города первые ребята, они парашютисты, они спортсмены. Для них это родная стихия. Они там ели, кстати. Не улетало ничего, ложки, вилки. Там, получается, им давали бутылочки, они их на лету пили. Неплохо. По поводу размеров трубы, как раз-таки мне хотелось бы узнать. У нас труба 2,20, это стартовый размер именно закрытых аэротруб. Бывает труба 2,20, это минимальная. Потом идет 2,50, потом идет 3 метра, 3,70, 4,30, 5,30. И самая большая на сегодняшний момент труба в мире находится в Абу-Даби, в Саудовской Аравии. 9,76. Ну а я правильно понимаю, что размер обусловлен еще и мощностью? То есть чем больше размер, тем больше мощность. Поэтому так. Каждый метр, который добавляется к размеру аэротрубы, это плюс 50% мощности. То есть, если, например, у нас сейчас мощность 500 лошадиных сил, если переводить на простые такие понятия, то трехметровая труба это уже 1000, 4,30 труба это уже 2 с лишним тысячи лошадей. Значит, 5-метровая, по-моему, порядка 4-х. И вот самая большая труба, там, по-моему, порядка 20 тысяч лошадиных сил. Размеры трубы мы уже обсудили, но не затронули высоту. То есть, вот есть высота определенная. От чего, как бы, зависит ее выбор и какие максимальные высоты, вот вы видели. Я был, наверное, во многих трубах, которые в России, но за рубежом еще не довелось побывать. Самая большая высота в России на сегодняшний день составляет порядка 20 метров. Это в Москве есть аэротруба. Там две аэротрубы, одна из них 3,70, а другая 5,30. То есть, ребята сначала построили 3,70, потом сказали, мы хотим еще одну трубу. И прямо в этом же здании построили 5,30. Ну, то есть, погодите, 20 метров это, по сути, девятиэтажка без малого. И люди поднимаются на самую высоту, я правильно понимаю? Только с инструктором. Ты бы хотел попробовать? Я боюсь высоты, поэтому я бы просто... Поэтому мы заставим тебя полетать на... Какая у вас высота? У нас 7 метров. Вот 7 метров? 7 метров нет, красивая цифра. Расскажите, собственно, сколько это все стоит, как вообще это происходит, что нужно сделать, чтобы попасть к вам в аэротрубу? Минимальная стоимость полета составляет 1000 рублей. Это стартовый тариф для того, чтобы вы просто поняли, что такое 200 километров в час, которые на вас дуют. Далее, да, то есть, записаться на полет можно по телефону, который работает круглосуточно. Да, он с 2108. Вам ответит администратор, запишет на полет. Вы подойдете в однозначенное время. Подходить на полет необходимо минут за 15-20 до назначенного времени. Анкетирование, подготовка, инструктаж, и мы начинаем полеты. Теперь, касаемо времени, которое стартовое нужно для того, чтобы вы поняли что-то. Всем говорим от 5 минут до 10. 5-10. Большего времени мы предложить можем. Вы можете летать у нас и 20, и 30, и 40 минут. Просто на следующий день вы будете очень сильно вспоминать о том, что вы... Не жалеть. Да, вы это сделали. Почему? Потому что физическая подготовка имеет немаловажное значение. Были люди, которые летали полчаса не подготовлены, на следующий день просто сказали, болит все. А вообще, расскажите подробнее, вот, спортивная подготовка какая нужна, чтобы именно летать в трубе? Спортивная подготовка нужна на уровне, да, кто занимается просто элементарно в зале, поддерживать физическую форму свою, да. И он может спокойно выдержать, например, там, в каком-то одном положении несколько минут, да, то есть минуту-две, то есть элементарно планка, да, то есть особенно девочкам это знакомо. Это упражнение, которое помогает именно быть статичным в потоке. Некоторые начинают бороться с потоком, то есть махать руками, головой, ногами. Тут вступают в работу наши инструктора, которые вас поймают, не дадут вам упасть. Так, ну у нас есть возможность проверить и свою физическую подготовку. Ну, давайте переместимся в аэротрубу. Ну что, друзья, вот, благодаря магии монтажа мы переместились в эту самую аэротрубу, и прямо сейчас Сергей расскажет нам, как здесь вообще все будет происходить. Прежде чем вы будете приступать, есть инструктаж, есть инструктор, который покажет, расскажет, экипирует вас, и вместе с ним пройдете в полетную зону. В аэротрубе есть оператор, он управляет силой потока воздуха, для того, чтобы мы могли разного веса людей по-разному, соответственно, контролировать потоки воздуха. Чем меньше человек, тем меньше ему нужен поток воздуха, чем человек больше, тем этого потока больше необходимо. Скорость потока может достигать до 230 км в час. Ну что, давайте переодеваться в костюмы. На счет три готовы? Раз, два, три. Ну что, вот мы переоделись и готовы приступать. Давайте начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Без потерь. Почему? Потому что на приземлении бывают различные травмы. То есть это не значит, что все табу, но просто нужно следовать инструкциям. Дело в том, что когда приземляешься, это как прыжок со второго этажа. Примерно так. То есть вы на втором этаже прыгаете на землю. Вот такое ощущение вы под куплом. Кстати, для того, чтобы не было подобных травм, нам инструктор показывал различные знаки. Я, честно говоря, слабо их помню. Не могли бы вы про них, пожалуйста, рассказать? В трубе шумно. И в трубе вы, кроме того, как инструктора видите, вы его не слышите. Вы можете ему что-то говорить, но он вас не услышит. Он меня слышал. Мой крик слышит на всяк руку. Есть несколько основных знаков, которые используются при полетах. Их буквально несколько. То есть первый знак – это пальчик вверх, это поднять голову при полете. Голова, если опущена, у вас неправильное положение тела, у вас пропадает прогиб. Далее, если такой знак – это ножки. Мы показываем. Соответственно, почему? Потому что если показываем так, значит, надо ножки согнуть. Если так, то их выпрямить. Правильное слово – отдать. Как бы отдать ножки. Если мы видим, что у человека, который летает в трубе, неправильное положение рук, то есть он их сгибает, прижимает, то есть вот такой знак – это руки. Кто-то называет его рок-н-ролл. Остальные знаки, например, улыбнись, расслабься, они используются уже реже, но основных знаков три. То есть голова, ноги, руки. А вот если человек вообще не воспринимает никаким образом, то инструктор может как-то регулировать его положение? Да, инструктор может регулировать его положение, он может подойти, подержать самого человека, просто на поясницу надавить, дать ему прогиб. Он взять его может за руки, посмотреть ему в глаза, через шлем, вот они стоят, друг на друга смотрят. Он ему может показать на себе, то есть потяни ножку, вытяни руку. И это наглядно, и некоторым это помогает, потому что не все люди воспринимают именно язык жестов. А вот касательно квалификации инструктора, он проходит какое-то обучение прежде чем? Или это просто многократный, допустим, опыт полета или как? И касательно инструкторов, да, то есть у нас инструктора, которые работают, это люди, которые в парашютном спорте, которые прыгают, они имеют опыт именно прыжков. И аэротруба как раз для них это то место, где они могут в хорошем смысле оторваться, потому что прыжки не часто, прыжки, нужна погода, нужны какие-то условия. Здесь можно работать и летать круглый год, что, собственно, мы и делаем. А вообще, вот смотрите, вы занимаетесь там парашютным спортом, аэротрубой, а есть какие-то развлечения, которые вам нравятся, ну, помимо таких экстремальных? Что вы любите делать в обычный будний день, там, с семьей, может быть? Если говорить о зимнем времени, да, то, соответственно, это горные лыжи, это у дочери сноуборд, и мы посещаем все горнолыжные курорты, это касаемо зимы. Если это лето, то это сплав, допустим, по реке, несколько дней мы наслаждаемся тем, что мы отдыхаем от цивилизации. Никто не берет с собой там телефоны, интернеты, все просто наслаждаются тем, что мы идем по реке, а вокруг пейзажи, у нас отличная компания, и это дает сил, заряд бодрости на, допустим, месяца на три-четыре. Ну, а мы расскажем о других развлечениях в городе Оренбурге, которые можно посетить в эти выходные. 9 апреля в Оренбург приезжает балет «Алый Духовый» «Тодос». Посмотреть на это можно будет ДК России в 7 часов вечера, возрастное ограничение 6+, билеты стоят от 1800 рублей. А уже 10 апреля в клуб-студия приедет «Анакондос». Начало мероприятия в 7 часов вечера, возрастное ограничение 16+, билеты в кассовый город от 1200 рублей. 10 апреля в 17.00 в киноцентре «Космос» состоятся дилетантские чтения. Гость – Алексей Венедиктов. Возрастное ограничение 16+, билеты от 300 рублей. 11 апреля на стадионе «Газовик» состоится матч футбольного клуба «Оренбург» против футбольного клуба «Спартак-2». Начало в 15.00, билеты от 200 рублей. Ну, а на этом мы будем завершать. С вами был я, Соберегит Гор, вместе с Екатериной Цориной. И наш замечательный гость – Сергей Верченко. Спасибо большое и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин